Описание представленных томограмм пациентки 1968 года рождения от 27 августа 2019 года. Область исследования – брюшная полость за брюшинное пространство с внутривенным болезненным контрастированием. Желудок обычных размеров, правильно расположен. Эвакуация жидкого контраста без особенностей. Печень КК РПД 172 мм, КК РЛД 62 мм. Контуры четкие, ровные. Нативная плотность неравномерно повышена до плюс 70, плюс 82 хаунсфилда. Желчные протоки не расширены. По висцеральной поверхности левой доли в С2 определяется несколько гиподенсный участок размером 17 на 16 на 15 мм. С неровным, нечётким кондуром. Артериальная плотность его до плюс 150, плюс 178 по хаунсфилду. Плотность печени до плюс 80, венозная до плюс 170, плюс 130 хаунсфилда. Плотность печени до плюс 96 плюс 112 хаунсфилда. Во отсроченную фазу, плотность образования до плюс 94 хаунсфилда. Плотность печени плюс 77, плюс 85 по Ханскелбу. Контрастирование с тенденцией к лакунарному, более выраженным по периферии образования. Убедительные КТ-признаки наличия жировой ткани в образовании не выявлены. Желчный пузырь. Обычных размеров правильной формы. Рентген-контрастные конкременты не определяются. Селезенка не увеличена, с четкими ровными контурами без РЖ-контрастных крючков. Поджелудочная железа обычных размеров, с четкими контурами паренхима однородна. Версунгов проток не расширен. Пара панкреатическая клетчатка не изменена. Надпочечники не увеличены обычной структуры. Почки не увеличены, паренхима однородна, чашечки не расширены. Лоханка справа 34 на 24 мм, слева 28 на 25 мм. Сосудистые ножки почек, пара нефральная клетчатка структурны. Рентген-контрастные конкременты не определяются. Визуализируются немногочисленные абдоминальные и забрюшинные лимфатические узлы размером до 9 на 8 мм. Свободная жидкость брюшной полости не выявлена. Поясничный отдел позвоночника. Умеренно выраженные дегенеративно-дистрофические изменения. Явление субхондрального склероза в замыкательных пластинок тела позвонков. Снижение высоты межпозвоночных дисков в каудальном направлении. Тенденция к формированию клевовидных разрастаний. При внутривенном болюстном введении контраста, другие очаги патологической восклиризации не выявлены. Паранхематозные органы накапливают контраст без особенностей. Почки накапливают и выделяют контраст своевременно. Правый мочеточник перехлёстом с поддошными сосудами расширен до 9 мм на протяжении 40 мм. Патологические включения в мочеточниках не выявлены. Заключение. КТ-картина патологического образования левой доли печени на фоне минимальной лимфоденопатии живота. Двусторонняя пилоэктазия. Минимальная утероэктазия справа. Умеренно выраженные дегенеративно-дистрофические изменения поясничного отдела позвоночника. Врач-рентгенолог. Кандидат медицинских наук М.А. Котов. Заведующий центром КТ-МРТ клиники Медиус. Ассистент кафедры ручевой диагностики ССГМУ имени И.И. Мечникова. Комментарий врача-рентгенолога. Добрый день. В печени, в левой ее доле, у вас есть патологическое образование, чуть меньше 2 см в диаметре. В нем неправильное, повышенное накопление контраста, что характерно для опухоли. Учитывая его КТ-признаки на УЗИ, такое образование можно не увидеть. Его плотность без контраста почти такая же, как и плотность печени. Также минимально расширена полостная система почек, что может давать чувство тяжести и боли в животе. Но какого-то катастрофического нарушения оттока нет. Лимфа услуги в животе чуть увеличена, что характерно для основного заболевания. Вопрос пациентки. Добрый вечер. Спасибо большое за ответ. А можно еще пару вопросов? Правая доля размер 172 мм – это увеличенная печень или это нормальный размер? Гепатомегалии нет? И по поводу образования в левой доле понятно, а какого она характера, можно по КТ определить или нет? В смысле злокачественная или гемангиома? Ответ врача-рентгенолога. 172 мм – это минимальное увеличение размера печени. Формально можно считать гепатомегалией. Но, на мой взгляд, ничего катастрофического в этом нет. Про образование. Типичный признак гемангиомы – это наличие жировой ткани в ней. По КТ жировой ткани в нем не видно, но характер контрастирования типичен для гемангиомы. Жир лучше виден на МРТ программы СТИР или ФС. Они более точно покажут. Но я бы советовал подождать 6 месяцев и сделать контрольное исследование. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова